Добрый мистер Амр, так называют миасские дети, своего любимого учителя по английскому языку. Как египтянин, владеющий тремя языками, нашел работу по душе и обрел счастье в маленьком уральском городке, расскажем далее. Это что я не спишу? Сише! В Доме детского творчества «Юность» английский язык преподает египтянин Амр Эль Мансури. Это не волонтер, приехавший к нам в город на пару месяцев. Амр уже три года живет в Миассе и не собирается никуда уезжать. Он любит Россию и свою работу, а главное – умеет заинтересовать детей и привить им любовь к иностранному языку. Это будет интересно, потому что раньше я работал с детями, раньше в Египте и в Америке тоже. Поэтому это было очень хорошо со мной. На уроке английского к мистеру Амру школьники ходят с большим удовольствием. Им нравится то, что этот учитель не похож на привычных школьных учителей. Он и преподает, и ведет себя по-другому. Дети уже уверены в том, что знают иностранные лучше, чем многие их сверстники. Когда учительница с этого класса перешла, шла в другой класс учить детей английскому, приехал английский учитель из Англии. И он учит нас английскому языку. Мы можем ездить в любые страны, то, что мы знаем английский язык. Многие миасцы удивляются, что же привело образованного интеллигентного человека, жившего в Каире и побывавшего во многих странах, в наш город. Ответ может быть только один – любовь, говорит жена Амра – Светлана. Она рассказала нам романтическую историю о том, как чувства оказались сильнее времени и расстояния. Мы общались много лет по интернету, прежде чем друг друга в реальной жизни увидеть. Много лет переписывались, общались. Ну, потом так получилось, что встретились. Я туда съездила, в Египет. Просто как вот чисто дружеский визит, ничего как бы такого не было. Ну, потом как-то так все сложилось, что вот мы полюбили друг друга, решили пожениться. И, во-первых, его семья меня очень хорошо сразу же приняла. А для родителей Светланы решение дочери связать свою жизнь с иностранцем было неожиданным. Они знали, что она общается с Амром, но не думали, что это общение закончится свадьбой. Неожиданно. Опять же, сюрприз. Неожиданно. Ну, спокойно, в общем-то. Потому что это ведь дело ее и их, и им принимать решение. Мама Светланы хорошо отреагировала на то, что ее дочь свяжет судьбу с египтянином. Но поставила условие. Молодожены должны жить в Миасе. Это было мое условие, которое они, конечно, выполнили. Приехал Амр, познакомились. Ну, что, вышел самолет, встретили. Худенький вроде такой, приятный молодой человек. Интересный. Он очень тактичный. Амр действительно очень умный и интеллигентный человек. Он вырос в семье, где всегда интересовались разными культурами. Его отец – драматург. Пишет сценарии для египетского театра и кино. В Миасе у Амра и Светланы родилась дочь Диана, которую с детства знакомят с обычаями разных стран. Ей читают сказки на трех языках – русском, английском и арабском. Амр быстро привык к жизни в России. Его не пугают уральские зимы, наоборот, он их сразу полюбил. Но некоторые моменты нашей жизни его до сих пор удивляют. Например, режим дня. Да, ложатся, спать очень рано. Но в Вегет, например, почти люди не спят совсем. Если я хочу, например, пить на улице, например, в час утра – это нормальная яма. Если я хочу, например, еду ночью, я могу позвонить, и они здесь нет. А еще, рассказывает Амр, в России много праздников. 23 февраля, 8 марта, Рождество, Новый год – различные профессиональные праздники. В Египте такого нет. Кстати, мы, сами того не зная, пришли в гости к семье Эль-Мансури как раз в разгар семейного праздника. У родителей Светланы сегодня рубиновая свадьба, 40 лет совместной жизни. По этому поводу, все рос, ну и понятно, одна в середине, белая, мы же живы, елью. По этому поводу, красного цвета, я поздравляю свою дорогую и любимую жену, как и Людью Симову, с этим замечательным событием. Амр рад, что его судьба сложилась именно так, и что он оказался в нашем маленьком уральском городе. Здесь он обрыл счастье. У египтянина есть жена, дочь, интересная работа и огромное желание узнать больше о русской культуре.